Всем привет! Это канал Миллион Абдулла и я сегодня покажу как собрать и разобрать ружье ТОС-24 в 28 калибре. У меня к нему есть инструкция, строго по инструкции, все что там нужно было сделать, я сделал, посмотрел, у меня все получилось. Итак, положение предохранителя. Здесь есть вперед, это значит стрельба разрешена, и положение предохранителя назад, то есть стрельба запрещена. Так вот, разбирать это ружье можно при любом положении предохранителя. Естественно, надо выбирать на предохранителе. Вот смотрите, ружье мне показывал предыдущий хозяин, что нужно сжимать между ног, там еще что-то, я просто кладу на коленку, вот так вот. Для чего я это делаю? Вся хитрость в том, чтобы ружье не стало открываться до момента, когда вы выведите рычаг в максимальное положение, вот сюда. Значит, я нажимаю на курок, на спусковой крючок, который ближе к срезу ствола, вот на этот, на передний, и все время его держу. Затем, опираясь на колено стволом, естественно, я направляю ствол в безопасное место, естественно, начинаю отводить эту, замочек. Отвожу, 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 он доходит до упора, и немножко еще дальше, все. Если ствол не приоткрылся при этом, то можно начинать его открывать, и немножко как бы потряхивая ружье, потряхивая, чтобы оно нашло дорогу. Оно свободненько выходит, все, легко и просто. Как его собрать? Нужно его сложить вот под таким углом, и здесь есть вот такие железки, это упорчики для ребра. И вот эти, так сказать, треугольные штучки должны совпасть, немножко не доходя, там буквально 2 мм, вот этой дырочки. Вот так вот, вот, вот так вот, вот. Вот эти треугольные, кончик треугольничка должен смотреть вот сюда. И потом немножко вот так вот пошевелили, и оно как в рельсы зашло, все. А дальше начинаете закрывать. Но так как у нас на взводе ружье, оно не закроется, поэтому прежде чем собирать, нужно нажать пальчиком вот сюда, на одну из направляющих, там, она более светлого света, нажать, и придерживая рычаг запирания, его аккуратненько отвести назад, все. Теперь, как я уже говорил, со стыковым вот так вот немножко пошевелили, все, оно начало заходить, прекрасно. Вот оно заходит, если у вас вот этот вот эжектор немножко закрыт, частично или полностью, то ружье не соберется. Его нужно выдвинуть до отказа, вот это вот, выдвинули, вот, выдвинули, да? И тогда оно начинает заходить, вот заходит. Рычажок приоткрываем, и спокойно, тихонечко заводим, и тихонечко рычажок на место ставим, все. Вот так, еще раз разбираю. Значит, только на один спусковой крючок, тот, который ближе к срезу стволу, нажимаю, кладу на колено, и я на колено немножко даже вот так вот кистью сюда нажимаю, чтобы был, чтобы вот здесь не было вот возможности стволу прежде времени чуть-чуть даже приоткрыться. Если он чуть-чуть приоткроется, все, ружье разобрать будет нельзя, там салазки зайдут в эти щели, и потом будет только взвод. Вот это такая хитрость. Вот я держу, все, оно никуда не отходит, я нажимаю, и даже немножко так придавливаю вниз. Не сильно, конечно же. Отвожу до отказа, все. Потом локоточком давлю на кончик приклада вот сюда, она начинает открываться, я его трясу слегка, и все, оп, оно взвелось. Почему произошла такая ошибка? Все очень просто. Я сделал ошибку такую. Я вот этот вот рычажок не отвел до отказа. Или отвел, но потом он немножко назад отошел. И в этот момент эти полоски зашли туда, в эти щели, и зацепились. Чтобы нам, так сказать, сделать мягкий спуск, я нажимаю сразу на оба спусковых крючка, тихонечко закрываю, штучку вот этот вот, замочек, на место. Спусковые крючки отпускаю, все, мягкий спуск произведен. Делаю еще раз терпеливо, спокойно, не торопясь. Нажимаю на спусковой крючок, прижимаю немножко к колену и рукой вот так вот. Начинаю отводить. В это время спусковой крючок немножко подается. Я его жму, отвожу еще немножко дальше. Отвел, все, до отказа, прям до полного отказа. И тут, только тут я начинаю открывать. Немножко потряхиваю ружье, вот так вот. И оно спокойно открывается. Теперь я покажу, как это быстро делается. То есть, а, дождите, сейчас, надо это все, забываю, надо, вот это надо нажать, и тогда эта штучка на место выйдет. Как только она на место выйдет, все, можно собирать. Вот, все просто, раз, все, это я собрал. Это я собрал. И когда я собираюсь разобрать, на колено прижал, отвел. Есть, все, я разобрал. Сейчас попробую еще побыстрее. Для любителей рекордов. Так. Собрать. Ну, на счет три справлюсь, нет, не знаю. Раз, два. Даже раньше немножко получилось. Любое другое ружье разбирается немножко медленнее. Так. Здесь опять я забываю вот эту штучку нажимать. Сейчас нажал. Все в порядке. Так. Кстати, иногда она не взводится. То есть, при некоторой сноровке, вот эта вот сборка ружья, она производится настолько чисто, что даже там вообще, как будто вот тут просто взял вот так вот и разложил. Все. Давайте еще раз попробуем. Так, сюда, сюда и сюда. То есть, все очень просто. Почему у меня так быстро получается? Потому что я знаю, что я делаю. В первую очередь, я прижимаю как следует в ствол, чтобы он раньше времени не открылся. Так. Прижимаю, чтобы он не открылся. Так, еще раз я покажу. Вот так. Прижимаю, на колено кладу, а рукой немножко прижимаю. Не сильно. Главное, чтобы он даже на миллиметр не открылся. Как только он прежде времени откроется, все, фокус не получится, ружье не разберется. Дальше я нажимаю на спусковой крючок, держу его, и постоянно, как бы он там не поддавался, он все время у меня будет поджат. Эту штучку, замок вот этого вот, гребенка, как она называется, отвожу. И все время, все, фиксирую прямо в крайнем положении, до упора. И при нажатом спусковом крючке только тогда начинаю открывать. И потом уже он сам открывается. Все. Если вы соблюли вот эти условия, то есть нажатый спусковой крючок, неоткрытый ствол, полностью закрытый, и полностью отвели вот эту штучку, он как по маслу, жик, и разобрался. Ну, если его немножко потрясти, он легче пойдет. Ну, я уже привык, потому что усилие, когда делается, да, здесь вот, вот эта вот штучка, она круглая. И если ее знать, например, что вот вокруг этой точки надо все крутить, вот так вот, да, все будет хорошо. А если вы давите, и у вас точка вращения вот этих двух деталей будет где-то в другом месте, то вот эта вот бороздка и вот эти вот рельсы, они заклинят, заклинят, и вам будет никак не вытащить их. А если немножко пошевелите, они опять найдут дорогу и спокойно вытащатся. Вот такая хитрость. В принципе, ничего сложного. Есть, конечно, люди, которые почему-то решили, что они, так сказать, могут обколенку ее открыть, это ружье. И что так, как будто бы эти все конструкторы идиоты. Вы знаете, на Тульском заводе идиотов нет. Там все очень хорошо продумано. И это ружье, оно просто, ну, я не знаю, вот если все делать по инструкции, сборка и разборка получаются быстрее. И вообще, это ружье просто классное. Вот так вот. С вами был канал Владимир Абдулла. Я показал, как собирать и разбирать ТОС-34, 28-м калибре. Ваша модель может отличаться от этой, и там будут свои тонкости. Поэтому мои советы основаны только на инструкции именно к этому ружью. Оно выпуска 77-го года. Вот. Если у вас похожий образец, то все у вас получится идеально. Вот. Так что пробуйте. Я думаю, что все будет хорошо. Всем удачи. И с наступающим Новым годом. А может уже и с Новым годом. Не знаю, когда этот ролик выложу. Все равно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите мои ролики. Пока-пока.